Ну, теракты, к сожалению, по поводу терактов, я думаю, что вы нелегко найдете в подмонтаж теракты, которые происходили в Волгодонске в 90-х и которые происходили на улице Гурьянова. Так уж волей судеб получилось, что у нас там была спортивная школа и когда были теракты, в общем-то школа, в которой мы тренировались и тренировали детей, как раз была местом, где принимали людей, которые с этих разрушенных домов. И у меня там сейчас люди рядом живут с этим домом, поэтому, к сожалению, у меня нет уверенности, что это были теракты, потому что есть выступление Жириновского с пикировкой с тогдашним руководителем Федеральной службы безопасности по поводу того, что было оповещение о терактах за три дня до терактов физически. Поэтому я думаю, что для усиления влияния государственных спецслужб хороши все методы, в том числе и уничтожение собственного народа. К сожалению, это происходит во многих государствах. Я бы очень хотел, чтобы в нашем государстве этого не было, мы этого избежали. Хотя, подчеркиваю, еще раз говорю, выпиющие факты, о которых я сказал выше, имеют место быть, и они не расследованы. И Жириновский жив, и те люди, которые тогда служили в органах госбезопасности тоже живы, и никаких уголовных дел.